В эфире программа «Семь минута». Здравствуйте! 21 век вовлек человечество в цифровой вихре. Гонка на рынке IT-технологий приняла невиданные масштабы и скорости. В нашей стране 20 лет назад только появились первые тяжелые трубки мобильной связи. А сейчас мы поглощаем все новинки современных технологий одновременно со всем миром и в гигантских количествах. Информационное общество преображает наш мир и рассказать обо всех аспектах его влияния значит объять необъятное. Тем не менее, попытаться стоит. Новая программа телекомпании «Город Хай Тек Ньюз» поможет вам ориентироваться в мире цифровых технологий, чувствовать себя человеком сверхсовременным и всегда быть в тренде. Привет всем неравнодушным к свободному искусству, гаджетам и жизни в стиле Apple. В эфире первый выпуск «Хай Тек Ньюз» – еженедельной информационно-развлекательной программы из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Сегодня у меня в гостях автор и ведущий этой программы Сергей Тутубалин. Здравствуй, Сереж. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, расскажи, пожалуйста, о чем программа? Вы знаете, по своей сути программа «Хай Тек Ньюз» является ничем иным, как основным источником информации, который будет, ну, наверное, основной задачей которого является донести до зрителя актуальные новости из мира высоких технологий, то есть всего того, что связано с гаджетами, а также различными событиями, которые происходят в мире. IT-индустрии, то есть все то, что связано с компаниями такими крупными, как Apple, Microsoft, Google и так далее. Помимо всего прочего, в программе зрители также могут найти интересную информацию относительно игр, приложений и обзоры интересных гаджетов, всего того, что, в общем-то, сегодня популярно на просторах, в том числе и интернета. А откуда у тебя родилась вообще идея этой программы? Ну, вы знаете, наверное, в первую очередь все-таки стоит сказать о том, что сегодня мир технологий стал значительно ближе к любому человеку, потому что, скажем так, для того, чтобы современному молодому человеку, скажем так, оставаться в тренде, быть в теме, безусловно, нужно делать акцент в том числе и на те гаджеты, которыми ты пользуешься, что ты вообще в повседневной жизни используешь из подобных устройств, и во многом это определяет и твой статус. А вот я, насколько знаю, изначально программу выкладывал на YouTube, да? Ну, не совсем программу. Я делал видео относительно тематики Apple на своем YouTube-канале, и во многом к созданию подобной программы меня подтолкнула именно моя первая аудитория, аудитория интернета. И сейчас на канале около 1200 подписчиков, он набрал, в общем-то, свою критическую массу и, в общем-то, продолжает развиваться, но я решил, что нельзя останавливаться на достигнутом и стоит запустить подобный проект. Знаешь, вот ты очень юный молодой человек, и тем не менее вот ты так разбираешься во всех этих гаджетах. Откуда такое стремление, умение? Ну, знаете, я буквально два года назад открыл свои интересы, потому что, когда мне купили мой первый iPad, я понял, что эти устройства, они интересные, они в каком-то смысле инновационные, и все это вызвало у меня такой достаточно серьезный интерес, и поэтому по сей день я стараюсь узнавать актуальную информацию о таких гаджетах, что происходит в мире технологий, и, в общем-то, мне это интересно, и поэтому я этим занимаюсь. Ты учишься в школе, да, в каком классе? Да, учусь я в восьмом классе, и, в общем-то, что касается программы и учебы, наверное, вас это будет интересовать. Ну, совмещать съемки, создание программы со своим школьным графиком достаточно нетрудно, потому что, когда ты делаешь что-то, что тебе действительно интересно, на это уходит не так много времени, и зачастую снимать программу, это даже привносит определенные удовольствия и никак не вредит учебному процессу моему. А твои одноклассники, друзья, вот как они относятся к этому? Завидуют, просто радуются, смотрят всегда? Ну, мои одноклассники пока еще не знают об этом, поэтому я думаю, что первый выпуск программы для многих станет своего рода сюрпризом, ну и я уже в дальнейшем посмотрю, как они на это отреагируют. А как в школе учишься? Я отличник. Кто бы сомневался. А вот помимо каких-то еще у тебя увлечений есть в жизни? Ну да, наверное, одним из главных моих увлечений является сноуборд. Я просто обожаю катание на сноуборде и с нетерпением жду каждую зиму. А вот какие планы у тебя на будущее? То есть ты закончишь школу достаточно скоро. Ну, честно говоря, я, наверное, рассчитываю на поступление в какой-нибудь факультет журналистики. Я по институтам не очень пока разбираюсь, честно говоря. Но я так думаю, что буду двигаться в направлении в том, которое мне нравится и сейчас. То есть это новости, это статьи какие-нибудь, репортажи и тому подобное. А вот техническое направление, все-таки все гаджеты, все новинки, эта техника, в ней тоже нужно разбираться, и ты в ней разбираешься. Ну, вот как раз-таки я продолжу развиваться именно в направлении техническом, потому что связано с гаджетами. Поэтому, ну, я пока, честно говоря, не очень размышлял относительно своего будущего, поэтому что-то конкретное я пока сказать не могу. Ну, вот в общих чертах. Знаешь, я вот рядом с тобой, честно, чувствую себя просто блондинкой. Сережа, а вот расскажи, пожалуйста, про что-нибудь суперактуальное и модное сейчас. Ну, вы знаете, безусловно, одним из самых актуальных, наверное, сегодня трендов техномира является так называемая носимая электроника. Это портативные гаджеты, которые вы можете носить буквально у себя на запястье, и фишка их заключается в том, что они позволяют вам оптимизировать ваш образ жизни. То есть, допустим, следить за фигурой, следить за своим здоровьем, то есть сколько вы шагов, допустим, прошагали сегодня, сколько вчера, и как это в итоге скажется на вашем самочувствии, скажем так. Также они могут обеспечить вам возможность отслеживания фаз вашего сна и, допустим, пробуждать наиболее удобное для организма, скажем так, время, что весьма тоже удобно и интересно. И вы знаете, вот каждое новое поколение гаджетов, их сейчас производит колоссальное количество компаний, разве что Apple пока только не подтянулась, но, надеюсь, в скором будущем это исправят. И каждое новое устройство, каждый новый гаджет из данного сегмента, он интереснее, умнее и, в общем, в целом круче своего предшественника. Поэтому, безусловно, я надеюсь, что и в дальнейшем это направление будет развиваться. В общем, посмотрим, что будет дальше. Вот я так понимаю, что вот часы, про которые ты рассказывал, у тебя на руке? Ну, в том числе и они тоже много чего умеют. Ага. А вот прощие новинки стараешься себе лично приобретать? Конечно же, стараюсь. Для того, чтобы всегда оставаться в тренде, без этого никак не обойтись. Ну что ж, Сережа, спасибо тебе за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у меня в гостях был автор и ведущий программы «Хай-Тек Ньюсы», которая совсем скоро выйдет в эфир телекомпании «Город». И именно в этой программе вы сможете узнать еще больше интересного о всевозможных новинках. Субтитры подогнал «Симон»!